Всем привет, с вами Мистери. Север, Германский Союз. История объединения германских земель в единое государство уходит своими корнями в начало 19 века. Однако единство в тот период, как и в ходе революции 1848 по 1849 года, так и не удавалось достичь. Камень преткновения, кто станет объединительным центром Австрии или Пруссии. Феодальную землевладельческую аристократию, являвшуюся господствующим сословием, устраивало политическое и экономическое разобщение о Германии. Формирование торгово-промышленной буржуазии только началось, поэтому необходимость заключения таможенных договоров еще не была остра. Австрия же не пользовалась серьезной поддержкой, Пруссия же не имела сильных позиций, чтобы соперничать с Австрией. В середине 1860-х годов базицы буржуазии заметно окрепли. Началось экономическое объединение. Тем временем Пруссия предпринимала шаги по подготовке к войне. Используя нерешенность шлезвика-голштинского вопроса, Отто фон Бисмарк спросил Австрию объявить войну Пруссии. Последнюю войну выиграла. Заключение пражского мира привело к завершению вмешательства Австрии в дела германских земель и ликвидации Германского союза, образованного в 1815 году. Ганноер, Гессен, Кассель, Нассау, Вольный город, Франкфу, Намайне, Галштине, Шлезвик присоединялись к Пруссии. 21 государство Северной Германии 10 августа 1866 года образовали новую федерацию во главе с лидером Пруссии. 18 августа 1866 года состоялось подписание союзного договора Пруссии с северогерманских государств. Правоначально 17 земель, затем еще 4 территории, согласно которому земли обязывались принять закон о выборах в межгосударственный парламент. Новый закон о выборах был принят 15 октября 1866 года прусским ландтагом. Касался он порядка формирования конституционного рейхстага Северогерманского союза, который должен был принять новую конституцию. Выборы состоялись 12 февраля 1867 года, а уже 24 февраля новый орган приступил к работе. В итоге 16 апреля 1867 года была принята конституция Северогерманского союза. 31 августа состоялся выбор в рейхстаг. Рейхстаг состоял из 297 депутатов. В его ведении находились аватировки законов и бюджета. Союзный совет Бундесра от функции аватирования законов состоял из делегатов отдельных государств союза с неравным представительством. Большая власть сосредоточилась в руках прусского короля. Он фактически был федеральным президентом с правами объявления войны и заключения мира от имени союза, распуска рейхстага, введения дипломатических переговоров, главнокомандующего союза на армии, главы внутреннего управления и других. Внешне и внутренние дела союза находились в ведении канцлера, назначаемого королем Пруссии. Он не нес ответственности перед рейхстагом, был председателем союзного совета. У государств союзников сохранялось право использования своих конституций, действуя в сословных собраниях, как законодательных органов и министерствах исполнительных органов. Однако они теряли самостоятельное военное и морское управление, независимую дипломатию, почту, телекра, в железные дороги, денежную и методическую системы, банки, таможню. Северогерманский союз действовал вплоть до 1871 года, прекратив существование с образованием Германской империи.